вот это все еще так вот да мы же по улице гагарина доедем а это проспект ибрагимова и он уже напрямую идет вот мама жила 89 гагарина а да это я для друзей снимаю моя мама да я приехал из москвы но нет у меня родители отсюда и они жили вот там гагарина 89 50 60-е годы 70 тоже переехали да потом потом они переехали вешкараул где родился я вход красный город да а потом все переехали в москву да нет не брал учебный я и я здесь с детства бывают ну хотя был бы не лишний конечно что-то узнать так подробнее даже казанские жители и города большинство с вами не знает так часто бывают ага местные а чё городе около кремля сто раз ездил что там смотрите либо улица но да им нашим часто бывает у всех москвичей там я вам скажу москве тоже никто ничего не знают естественно и естественно чё каждый день ходишь вокруг этого чё тут интересно чё тут не мелки я вот ходил по кремлю подробно все читал все таблички вот узнала сумму да 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 ну по казанскому узнал уж не о чем какого ну хотя бы какого года собор 1552 этот ну 60 60 того строить начали в 56 это прибыль от 60 того суши перепутал на сгустки и каменщики лучшие строительные силы россии под руководством гостника яковлева по прозвищу барман который построил в москве собор василий блажен да 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 вот это я знаю и он поставил кремль да здесь он построился под его руководством строили самые древние башни и стены ну в том числе спадская башня ага благовещенский собор на территории кремля собора на территории свияжска а ведь первый храм на казанской земле построен не в казани это православный храм конечно православный после присоединение казанского края к русскому государству во времена ивана грозного ага если бы не свяжь то вообще иван грозного казани взял потому что взятие указания на время третьего похода предшествовал два неудачных похода вот что-то я слышу по это я просто нужно можно мне это снять снимите класс я к чему сушь его давайте я могу с вами провести экскурсию по кремлю и показания это занимает от 3 до 4 часов пожалуй даже очень желаю а знаете 1200 в час это такая обычная ставка на автомате моем автомобиле вот на этом потом у нас есть уникальный храм который храм всех религий или вселенский храм ага вот иностранцы пара нашу башню симбики символ казани а симбики она же не старая как выяснилось да она 19 18 века или нет конец 17 начало 18 а я думаю она вообще старше кремля самого не как вот и конец 17 начало 18 века так вот храм всех религий вот не знают иностранцы про нашу мало кто знает про башню симбики а про храм всех религий которые находятся в 20 минутах езды от кремля ага на волге они знают потому что так как он построен он единственный в мире а он реально всех религий прямо хам всех религий но когда мы смотрим на этот храм то увидим символы всех религий мира которые существуют и которых давным-давно нет ушли они в пучине истории ну и сам само это здание храм всех религий он не является храмом в том понимании в котором мы привыкли а молятся не молятся потому что мы еще не дошли до того что в одном помещении может молиться иудей мусульманины христиане ну да не скорее всего поссориться до может когда-то это будет теоретически но маловероятно это место духовного общения всех людей всех раз и всех национально здорово где он а где он на 20 минут от кремля на машине ехать сумас во первых он и сам по себе необычная красота и внутри там есть зал значит православный католический буддийский индуистский мусульманский кришны иудейский зал делают но производит впечатление ну и вообще легендарная личность эльдарханов который вот и собственно строил этот храм первоначально план храма он обсуждал со святославом рерихом сыном величайшего ученого николая сова николая а святослав николаевич это получается святослав николаевич там репродукции картин картины самому и вообще легендарная личность эльдарханов автор храма все что 9 ушел от нас сейчас его дело продолжает младший брат ильгинс которому 75 лет он ведет йогу может глазочку сделать до сих пор на одной руке 75 лет на одной руке все тело висит как делал и владимир высоцкий друг и дарханов продумал 40 лет делал ласточку высоцкий который певец и актер он умел делать ласточку имел первый назад гимнастике и делал ласточку еще даже вот 40 лет вот своей смерти но он очень рано да это из олимпиады он там нет ни за олимпиады он начал принимать наркотики до этого а я слышу версию что якобы у него не было работы в олимпиады все закрыты и он спился стоя во время олимпиады выступал других местах средняя там жара он там сердце у него останавливался так далее ну в общем то в основном из наркотиков последний период он начал принимать наркотики я не слышал а вот эльдар ханов и владимир высоцкий они были друзьями в общем там все завязано интересно кажется можем и туда съесть то есть туда 20 минут от центра обратно 20 минут ну и там минут 40 экскурсии по самому храму всех религий ну внешний раз мы говорим об внешнем и потом внутрь заходит но телефончик мне ваш оставите я я вот только сегодня могу с вами сегодня я у я не смогу нет ну смотрите в течение дня можете как у вас получится